У местных покупателей долгостроев появился шанс получить свои квартиры. На прошлой неделе депутаты Загонодательного собрания приняли поправки к закону о мерах поддержки дольщиков. Теперь компаниям-застройщикам поможет государство. На доработку проблемных объектов будут начисляться субсидии. Что делать, из каких домов начать, обсудили на совещании при главе региона. Сейчас идет работа над порядком выделения этих денежных средств. Определены уже суммы и адреса. На сегодняшний день выделяется из бюджета 23 миллиона рублей для достройки проблемного дома. Эти средства будут вложены в строительство 140-го дома по улице Красноармейской. Установка лифта, газоснабжение и вентиляция. Пока неизвестно, хватит ли этих денег. Сметная документация находится на экспертизе, поэтому точная стоимость будет определена в конце марта. Еще один объект, который министерство возьмет под свое крыло – недострой на улице Кролюницкого. Дольщица Венера Ибрагимова рассказала представителям власти, что вместо квартиры в новом доме ей приходится платить за пустой котлован. Я думала, что все будет хорошо. В ноябре 2018 года я должна была получить ключи, но, увы, и ключей нет, и наш дом вообще не строится. То есть у нас получается котлован, забитые сваи, один подъезд у нас под фундамент, остальной подъезд без фундамента получается. 80 миллионов у нас стоит вот эта вот яма с котлованом. Следить за распределением средств на этот и ему подобные дома будет специально созданная рабочая группа. В Ульяновской области проблема пострадавших участников долевого строительства стоит на особом контроле губернатора Сергея Морозова. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.